Последние приготовления подошли к концу. Колонна уже выстроилась. И вот-вот праздничное шествие даст старт Восточному экономическому форуму. Суровая погода ничуть не омрачила праздника. На дождь гости и участники форума внимания уже не обращали. В ярких национальных костюмах под звук различных музыкальных инструментов представители регионов собрались у большой сцены. Дальний Восток большой. С ним невозможно познакомиться в одной точке. Он более 6 миллионов квадратных километров. Поэтому спасибо, что вы, несмотря на дождь, несмотря на непогоду, приехали сюда для того, чтобы поделиться частицей своей любви к Дальнему Востоку. Официальная часть сменилась праздничным концертом. С визитной карточкой выступили гости каждого из регионов Дальнего Востока. Так на Восточном экономическом форуме началось знакомство с разнообразием и уникальностью российской культуры. Продолжением стала большая прогулка по улице Дальнего Востока. И это скорее мини-путешествие по всем регионам. Причем здесь можно увидеть все, чем гордится каждый из них. Например, в павильоне республики Саха открылся настоящий музей. Этому новорожденному пещерному львенку около 30 тысяч лет уникальную находку сделали в Абыйском улусе. Львенка зовут Уян. Также с ним была найдена сестренка Диана, но она, к сожалению, не сохранилась. Древних львят в Якутии обнаружили совсем недавно в августе этого года в ископаемом льду на левом берегу реки Уиндина, в честь которой и дали имена мумиям детенышей. До исторических животных сохранила вечная мерзлота. Это находка века – очередное достояние республики Саха. Это примерно сделали по слепкам черепов, которые находили костей. Никогда не находили, чтобы было шерсть, мясо, тушка целая. Из прошлого можно попасть и в будущее. Здесь же развернулся целый город химиков. В гостях у национальной химической группы не только показывают опыты с жидким азотом и угощают волшебными кислородными мороженым коктейлем, но и рассказывают, чем, например, полезно вещество карбамид. Оно может использоваться в качестве удобрений, может использоваться в качестве связующего материала для древесно-волокнистых плит. Даже в жевательной резинке он используется. В данном случае карбамид получается посредством четырех стадий. Мы школьникам и всем желающим демонстрировали модельные реакции данных стадий. То есть стадия синтеза, стадия дистилляции, стадия выпаривания и гранулирования. В восторг приходят не только маленькие, но и взрослые гости. Опыты с жидким азотом воспринимают как настоящее волшебство. Традиционная кухня, роскошные этнические костюмы – дары уникальной природы Дальнего Востока. Всего не перечислишь. Каждый павильон праздничной улицы, как и каждый регион, по-своему интересен, но одинаково гостеприимен. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.